Административная реформа призвана не только оптимизировать и привести к единому знаменателю деятельность министерств, ведомств и госучреждений. Главная цель – обеспечить высокий уровень реализации внутренней политики государства через внедрение современного менеджмента и действенность структурных подразделений в условиях стремительных изменений и предпочтений населения. В соответствии с постановлением президента о мерах по эффективной организации государственного управления в сфере здравоохранения в рамках административных реформ утверждены не только приоритетные направления деятельности профильного министерства, предусматривается формирование перечня гарантированного объема медицинской помощи, покрываемого за счет госбюджета. Тему продолжит наш корреспондент. Документом также предусматривается обучение на краткосрочных курсах врачей, учреждения первичной медико-санитарной помощи, противодействию болезням и состояниям, наиболее распространенным на соответствующей территории. У нас почти 14-тысячная армия семейных врачей. И по отношению к ним всего не более тысячи эндокринологов узкой специальности. Мы привлекли на свои стороны семейных врачей. Открыли 500-часовой курс обучающий по эндокринологии и обучаем семейных врачей. Но мы там даем и современные методы исследования, современные методы лечения, современные нозологии, понятия. С 2024 года будут внедрены программы целевого скрининга представителей старшего поколения в рамках ежегодного медицинского осмотра. Значительно и то, что с 2023-2024 учебного года будут организованы Академии медицинских сестер на базе Челансарского техникума общественного здоровья имени Абуалия Бенсино. Техникумы общественного здоровья имени Абуалия Бенсино на базе медицинских колледжей. Академия – это очень высокий уровень образованности специалистов вообще. Подготовка специалистов в условиях академии – это большая работа. Если мы к этому придем, если мы там создадим очень интересные симуляционные центры, теоретические научные подразделения, которые будут именно образовывать наших медицинских сестер, которых у нас предостаточно, тогда, я думаю, что наша медицинская служба, наша система будет на должном уровне. Мы поняли, что нужно готовить несколько формаций медицинских сестер. Это в первую очередь медицинские сестры с высшим образованием, сестры, которые должны заниматься с населением, освещая превентивную медицину, то есть предупреждающую медицину, и медицинские сестры, которые должны скоротечно закончить и освоить высшее сестринское образование. Процессы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников предусматривается полностью цифровизировать. Также, согласно документу, организован Центр безопасности фармацевтической продукции. Создание данного центра и передача его в систему Министерства здравоохранения, она действительно соответствует международным требованиям, международным практикам, а также рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, так как в любой стране за качество, эффективность и безопасность лекарственных средств отвечает система здравоохранения. Основными задачами, определенными данным постановлением перед Центром безопасности лекарственных средств является обеспечение доступа к населению к качественным, эффективным и безопасным лекарственным средствам. Данная функция осуществляется путем совершенствования системы регистрации, сертификации, лицензирования фармацевтической деятельности, а также внедрением системы фармаконадзора. Данный документ определяет новый курс развития сферы здравоохранения, создавая основу для вложения средств и сил на оздоровление населения.